Слава Богу за то, что мы можем быть сегодня вместе. У нас есть замечательное время и возможность для того, чтобы читать Слово Божье, размышлять над Ним и брать из Него что-то для своей жизни. В Евангелии от Иоанна записана одна история, о которой не так-то просто найти повод порассуждать в обычном собрании. Но я не зря сегодня стою в таком прекрасном обрамлении. У нас сегодня во второй половине собрания бракосочетания, и поэтому повод появился. Я решил, наконец, обратиться к этой истории и разобрать её. Давайте прочитаем, начиная с первого стиха, второй главы Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, вторая глава с первого стиха. Я буду читать в новом переводе. «На третий день в Кане, в Галилее, был свадебный пир, и мать Иисуса была там. Иисус и его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира кончилось вино, и мать Иисуса тогда сказала ему, у них нет вина. Иисус ответил, «О, женщина, почему я должен заботиться об этом? Моё время ещё не настало». Мать Иисуса сказала слугам, «Делайте то, что он вам скажет». Рядом стояло шесть больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений. В каждый сосуд вмещалось по две или по три меры. Иисус сказал слугам, наполните сосуды водой. Те наполнили их водой до верха. «А теперь зачерпните», — сказал он, «и отнесите распорядителю пира». Они так и сделали. Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино, об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его. «Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор». Так Иисус положил начало знамением в Кане Галилейской и явил свою славу. И его ученики уверовали в него». Знаете, мы чаще, наверное, проповедуем с этой кафедрой, с этой кафедры, отталкиваясь от какой-то темы и уже подбирая под неё какие-то библейские места. Но есть особая ценность в том, чтобы делать наоборот, то есть брать какое-то место и позволить Слову Божьему говорить нам то, что оно хочет нам сказать. И сегодня мы поступим с вами именно так. Я не раз слышал, как этот отрывок зачитывали перед бракосочетанием или перед тем, как сесть за столы на свадьбе, извлекая из него идею о том, что важно пригласить Иисуса на свадьбу. Некоторых впечатляет чудо, которое совершил Иисус, и они подчёркивают способности Иисуса творить чудеса. Те, кому очень хочется употреблять хотя бы вино, используют этот отрывок, чтобы оправдать свой подход к спиртному. Каждый видит здесь что-то своё. Но я хочу сказать, что, как и во многих библейских сюжетах, что-то у меня сегодня с окончаниями, в этом отрывке есть два слоя. Первый слой — это простая история, жизненная ситуация о том, что произошло с участием Иисуса на простой еврейской свадьбе. Второй слой — это определённые духовные и культурные идеи, которые эта история нам даёт возможность понять. И мы постараемся сначала рассмотреть тот фон, на котором разворачивается эта история, потом обратить внимание особое на то, что сказано здесь об Иисусе, и разобрать те важные идеи, которые мы можем узнать благодаря евангелисту Иоанну, эту историю нам рассказавшему. Итак, несколько слов о самом событии. Действие рассказа, как мы видим, происходит на свадебном пиру. И Канна, как повествуют некоторые источники, разъясняющие Библию, это совсем небольшой городок, даже скорее деревенька. Поэтому это простая деревенская свадьба, мы могли бы сказать сегодня. И очень интересный момент, да, то, что происходящее там, называется пиром. Кто понимает, что такое пир? Есть такие? Ну, мне кажется, что благодаря русским народным сказкам, в которых не раз упоминается пир на весь мир, мы с детства на интуитивном уровне понимаем, что пир — это большой праздничный обед или ужин, то есть какое-то застолье в хорошем смысле этого слова, с хорошим угощением, с веселой атмосферой. И в одном из библейских комментариев написано, что в Древней Палестине свадьба была очень заметным событием в жизни человека. Свадебные праздничные были продолжаться несколько дней, вплоть до недели. Сама брачная церемония происходила поздно вечером, после пира, после чего брачную пару провожали в новый дом. К тому времени уже было темно, их провожали по деревенским улицам при свете факелов, под Балдахином. Их вели специально самым дальним путем, чтобы как можно больше людей имели возможность пожелать им благополучия. И новобрачные в то время и в той местности не отправлялись в свадебное путешествие, как это модно у нас, например, хотя и не у нас, все могут это позволить себе, особенно в наш ковидный век. Молодожены оставались дома и в течение недели принимали гостей. Они были одеты в свадебные наряды, на головах у них были венцы, с ними обращались как с царствующими особами и даже называли их царем и царицей, и их слово было законом. И в жизни простых иудеев, которая была полна нужды и тяжелой работы, вот такая неделя торжественная, праздничная, радостная, была действительно очень важным, очень светлым и очень вдохновляющим моментом. И вот на подобной свадьбе, как мы с вами прочитали, была мать Иисуса Мария. Судя по тому, что ее беспокоила нехватка напитков на свадьбе, а также она имела достаточно полномочий для того, чтобы давать слугам какие-то указания, какие-то распоряжения, то можно сделать вывод, что она имела отношение к организации этой свадьбы. В некоторых источниках высказывается мысль о том, что жених был родственником Марии, и этим объясняется ее активное участие в свадьбе. Но в любом случае, не принципиально причина, по которой Мария беспокоилась о том, что происходило там. Важен тот факт, что Мария не осталась к возникшей проблеме безучастной и обратилась к Иисусу, который с учениками был приглашен на эту свадьбу. Когда я читал эту историю, особенно с учетом того, что в последнее время как-то часто попадаю на свадьбы, то первое, о чем я подумал, это о формате свадьбы и отношении к ней Иисуса. Интересно, что Иисус, пришедший на свадебный пир в качестве гостя, ни одного слова не сказал о том, что так отмечать свадьбу нельзя. Его присутствие абсолютно не испортило свадебного веселья, и он превосходно себя чувствовал в такой обстановке. Иисус не был таким строгим брюзгой, каким порой становятся некоторые люди, называющие себя сегодня христианами. Иисусу нравилось делить счастливую радость брачного пира. И не раз в Евангелиях мы читаем, что он бывал в гостях у разных людей, ел с ними, общался с ними. И если понимать это, то невозможно, наверное, объяснить и оправдать такой тип религиозных людей, которые называют себя христианами, но тем не менее нагоняют на всех и повсюду уныние, которые с подозрением относятся ко всякой радости и ко всякому счастью. Христианство для таких людей — это мрачная одежда, приглушенные голоса, запрет всякого совместного веселого времяпрепровождения и так далее. Иисус был совершенно другим. Если мы читаем Евангелие непредвзято, если мы реально пытаемся понять, каким он был, в каких ситуациях он себя как проявил, он был совершенно другим. Он никогда не считал радость преступлением, никогда никого не упрекал по этому поводу и никому не высказывал никаких претензий. Вопрос, почему у его последователей не всегда получается так поступать и так относиться к этой ситуации? Это вопрос открытый. Но тем не менее это, наверное, повод всем задуматься о том, что же такое свадьба и каким образом она должна проходить. Ведь когда происходит свадьба, то мы провожаем в конце концов молодых не в последний жизненный путь, а в последний холостяцкий путь. И мы надеемся, что дальше, несмотря на жизненные какие-то сложности и испытания, которые могут их ожидать, молодые будут счастливы вместе. И мы радуемся за них и радуемся вместе с ними. И вот в подобное счастливое время Иисус с удовольствием делил этот вечер со своими гостеприимными хозяевами. И из рассказа Иоанна мы не видим, чтобы Иисус чем-то выделялся среди остальных гостей свадьбы, пока Мария не обратилась к нему в связи с тем, что на свадьбе закончилось вино. Если бы на свадьбе в наши дни что-то закончилось и не хватило бы всем гостям, я думаю, что это привело бы хозяев в большое смущение и поставило бы в крайне неудобное положение. Тем более это было серьезной проблемой на Востоке, где гостеприимство возведено в своего рода культ. Отсутствие достаточного количества еды и питья на свадьбе оказалось бы чрезвычайно унизительным и для жениха с невестой, и для их родителей. Поэтому Мария пришла рассказать Иисусу о возникшей проблеме. И знаете, что мне импонирует в подходе Марии? Она озвучила проблему и доверила ее решение Иисусу так, как он сам сочтет нужным. Она не стала давать указания Иисусу, как решить эту проблему. Она просто донесла до него ее суть. В русском переводе Библии, как в Синодальном, так и в Новом, ответ Иисуса может показаться несколько неучтивым или довольно неучтивым, или даже безразличным. Но, например, в комментарии Баркли к Новому Завету есть ремарка о том, что дословный перевод слов Иисуса никак не передает тон разговора. И даже эта фраза, которая в Синодальном переводе записана как «что мне и тебе», была обычным разговорным оборотом. И если она была сказана сердито и резко, то она могла выражать полное неодобрение и упор. Но если она была сказана мягко, она выражала не столько упор, сколько может быть несогласие. Поэтому эта фраза могла значить «не волнуйся, ты, собственно, не знаешь, что происходит». «Оставь дело на мое усмотрение, и я все улажу сам». Если так понимать слова Иисуса, то получается, что он просто сказал Марии, чтобы она все оставила на его усмотрение, а он найдет способ решить проблему. Но даже если точный смысл вот этой фразы Иисуса иной, даже если Мария не совсем поняла, что Иисус собирается делать, а, возможно, даже из его слов она могла понять, что она вообще отклонила ее просьбу. Тем не менее, интересно, что Мария настолько верила Иисусу, что даже после этого странного диалога она обратилась к слугам и велела им выполнять все, что скажет Иисус. Хотя можно было бы подумать, что он и не намеревается ничего делать. Интересно, что у Марии была вера, в которой она полагалась на Иисуса даже в тех случаях, когда она его не совсем понимала. она не знала, что Иисус собирается делать, но ее слова слугам о том, чтобы они сделали все, что Иисус скажет, говорили о том, что она знала, что он что-то сделает, и он поступит правильно, и это будет то, что нужно. Знаете, если попытаться из этой ситуации, из этой истории, из действий Марии извлечь какой-то урок, то, наверное, мы можем сказать о том, что в жизни каждого наступают однажды моменты, когда мы не видим уже какого-то выхода. В жизни нашей бывают обстоятельства, которые никак нельзя объяснить, и суть которых остается непонятной. Мы можем не знать, чего ожидать, и будущее для нас может быть пугающим. Но счастлив тот, кто, подобно Марии, в таких обстоятельствах продолжает верить, даже если ничего не может понять. Я подведу небольшие промежуточные итоги тому, что мы уже разобрали, и то, что можно понять из этой истории до настоящего момента. Во-первых, я думаю, что нам не стоит забывать о Боге, когда нам хорошо, и когда у нас радостные события. Если мы все делаем правильно, если мы соблюдаем христианские принципы, то Иисус, приглашенный на праздник, Иисус, приглашенный в нашу жизнь, однозначно не испортит веселье. Во-вторых, когда у нас возникает проблема, нам, безусловно, стоит прийти с ней к Иисусу, так, как это сделала Мария. С такой же верой, с такой же простотой, с такой же надеждой. В-третьих, когда мы молимся о любой проблеме, то я думаю, что, подобно Марии, нам не стоит писать Богу сценарии о том, как ее решить. Нам стоит довериться Богу, как доверилась Мария, чтобы Он мог решить нашу проблему по своему божественному усмотрению, по своему небесному сценарию. Если мы читаем дальше, то с шестого стиха, можете высветить, шестой, седьмой стих, мы читаем, что рядом стояло шесть больших каменных сосудов. И по разным оценкам каждый из этих сосудов мог вмещать от 70 до 100 литров в среднем. Представьте себе, насколько большие они были. И Иоанн объясняет, что это были сосуды, которые и иудеи использовали для обрядовых омовений руки-ног. Он пишет в основном греческой аудитории, которая могла быть незнакома с еврейскими традициями, поэтому он специально делает вот эту оговорку. То есть эти сосуды не были специально предназначены для напитков, но именно их Иисус повелел слугам наполнить водой, потом зачерпнуть из них и отнести распорядителю пира. Интересно, что даже вот в этих шести сосудах для омовений, для обрядовых омовений, видят определенный символизм, который связан вот с чем. Во-первых, в иудейской символике число семь считается завершенным и совершенным. Я думаю, что мы не раз сталкивались вот с этой семеркой в каких-то библейских сюжетах. Семь дней творения, например, и какие-то другие моменты. Даже когда у учеников своих Иисус спросил, сколько же раз по-вашему нужно прощать? Версия была семь раз. Но вот число божественной полноты, совершенный ответ. Но Иисус сказал, нет, до седьмиж, до семидесяти. То есть очень много, бесконечное количество раз. Так вот, семь считалось завершенным и совершенным. Не знаю, может быть, еще считается. Шесть незавершенным и несовершенным. Второй момент, который связан вот с этими сосудами для омовений, связан с тем, что евреи использовали воду для внешних омовений. То есть они, приходя в дом, смывали грязь со своих ног, они полоскали свои руки, но это ничего не могло дать для какого-то внутреннего омовения, для какого-то внутреннего очищения, для радости, приходящей изнутри. И поэтому в шести каменных сосудах усматривают символ несовершенства иудейского закона, символ пустоты и духовного банкротства Израиля во времена Иисуса. А во вмешательстве Иисуса видят его миссию по устранению вот этого несовершенства закона посредством замены его, образно говоря, на новое вино Евангелия Милосердия и Благодати. И в этих кувшинах и их предназначении усматривают символ пустоты и духовного банкротства во времена Иисуса, которое было характерно для Израиля. Поэтому действительно в этом чуде наверное стоит видеть, что-то большее, чем просто удовлетворение элементарных человеческих потребностей. Больше, чем спасение одной или двух еврейских семей от позора. Потому что Иисус принес и продолжает приносить полноту туда, где была пустота, радость туда, где было разочарование и что-то внутреннее туда, где возможно было до этого только что-то внешнее. Это вторые интересные выводы из этой истории. Я думаю, что несколько слов стоит сказать и о вине, потому что, как я сказал в начале, этот сюжет для многих и верующих, и неверующих, я не раз с этим сталкивался, является поводом для того, чтобы говорить о том, что немножко вина употреблять можно. Знаете, сама эта история отнюдь не означает, что люди на свадьбе пьянствовали. И когда речь идет о том, что они сначала напьются, а потом нужно подавать лучшее вино, это не напьются в нашем понимании в смысле допоросячьего визга, когда потеряют человеческое обличие. Это значит утолять свою жажду, потому что вино на Востоке было просто одним из напитков для утоления жажды. У нас сегодня есть компоты, у нас сегодня есть лимонады, у нас сегодня есть масса других напитков. На Востоке, с учетом их природных условий, с учетом того, что они могли там производить и так далее, было характерно вино. Причем его всегда пили разбавленным водой, разбавленным сильно, и это не было то вино, которое пили для того, чтобы опьянеть. На Востоке, повторюсь, вино было обычным напитком, поэтому мы не должны использовать это чудо как повод употреблять, или как довод в пользу употребления алкогольных напитков сегодня. У нас есть достаточно других альтернатив для того, чтобы удовлетворять свою жажду, и никакой необходимости использовать для этого вина нет. И если может быть кого-то эта тема цепляет, если кого-то она интересует более глубоко, я помню несколько лет назад я проповедовал довольно обстоятельную проповедь полноценную на этом, сегодня проверил в нашем YouTube-канале, даже просто в YouTube, если забить пить или не пить, и добавить фамилию Бобрин, то вы найдете эту мою проповедь, и можете ее посмотреть и порассуждать над этим. Если попытаться увидеть какой-то, может быть, еще духовный смысл вот в этой истории относительно того, что же принесло чудо Иисуса в эту компанию, в эту обстановку, в эту ситуацию, то, наверное, нам стоит понять, что Бог нам может дать веселье, Бог нам может дать радость, которая больше вина. Божья любовь к нам способна наполнить нас гораздо больше положительными эмоциями, причем теми эмоциями и теми чувствами, и тем состоянием, которое не повлечет за собой каких-то последствий вредных, какого-то ущерба для нашего внутреннего человека или ущерба для нашего поведения. Можно увидеть в этой истории и то, что Иисус это жених, а церковь это невеста, то есть мы с вами. Это очевидно указывает и на тот свадебный пир, на тот образ, который использует Библия, говоря о том, что Иисус искупил себе людей посредством своей жертвы, и однажды он, как жених за невестой, придет за своей церковью. То есть в этой истории можно увидеть и некую перспективу на будущее. В этой истории мы можем увидеть в том числе и апокалиптический сюжет. Представьте себе, насколько многогранная и насколько содержательная история, которая, казалось бы, рассказывает о простой еврейской свадьбе и о неком интересном чуде, которое совершил Иисус. Завершается эта история, я тоже подхожу к финалу, тем, что Иоанн констатирует, что эта свадьба, можно последний стих этой истории высветить, явила славу Иисуса. И эта свадьба положила начало чудесам, которые сотворил Иисус. Знаете, вот последний момент очень важен, да, Иисус положил начало знамением в Кане Галилейской. Есть некоторые апокрифические евангелия, которые пытаются рассказать об Иисусе то, чего на самом деле не было, то, о чем не сообщают нам канонические евангелия. Они пытаются представить Иисуса чудотворцем, порой весьма странным чудотворцем с самого детства. Но Иоанн говорит о том, что именно это чудо в Кане Галилейской было первым засвидетельствованным чудом, которое положило начало другим чудесам и другим сверхъестественным явлениям с его участием. Поэтому давайте будем здесь доверять Слову Божьему и давайте будем правильно понимать этот вопрос. Свадьба явила Славу Иисуса. И знаете, наверное, наш брак и, может быть, даже в целом наша жизнь тоже могут являть людям Славу Иисуса. Я думаю, что после этого события те, кто знал об этом, а знать об этом, наверное, вскоре стали многие, переговаривались об этом, обменивались информацией, восхищались, удивлялись. И очень хорошо если мы действительно в нашем браке и в нашей жизни тоже можем давать повод для хороших разговоров, для приятного удивления, для каких-то положительных впечатлений. Поэтому подводя итог этой истории, я хочу призвать нас действительно смотреть глубже и видеть больше. Не использовать, может быть, какие-то элементы этой истории как предлог для оправдания каким-то своим порокам или слабостям, но видеть в ней действительно божественное, видеть в ней проявление веры, уповающей на Иисуса, видеть в ней безусловное доверие Иисусу, который сам способен понять и знать, что следует сделать для того, чтобы нам в этой ситуации помочь и давать место для того, чтобы была явлена слава Божия в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok